Прошел год, опять хожу в огороде, но уже с другим металлоискателем. Тоже китайский, правда, терка водонепроницаемая, короче, амфибия. Водай был 40, и смотри, что откопал. Значок вот здесь вот, под сливой. Ценностей, конечно, у него мало, но все равно интересно. Что написано, пока непонятно. Почищу, попозже вставлю кадры. Написано тут, готовься к труду и обороне с СССР. 100% какая-то медная монета. Потому что Водай был 40. 38, 42. А, копейка, походу, будет. 1900 какого-то. О, сохран хороший. А, нет, 2 копейки. Прикиньте, 2 копейки. Год какой. Эй, 1875. Ух ты, обычно такие монеты находишь в 1900 какого-то года. А, 1875. Кстати, вчера нашел тоже 2 копейки. Правда, на какой металлоискатель не помню. А, на МТ-705. Тоже, по сути, по функционалу такой же металлоискатель. Только, вот, катушка другая и влагозащиты нету. А здесь катушка 33 сантиметра. Да, точно, 2 копейки вчера нашел. В поле ходил. А сегодня я в огороде. Да, вот здесь вот. Прямо здесь вот я нашел монету. Прикиньте. Хотя, с ЦХ-850 вроде как в прошлом году я здесь везде ходил. И тут, и там, значки там нашел. Кулончик, крестик находил. Ну, ссылка на распаковку этого металлоискателя будет в описании. Хороший металлоискатель вроде как за такие деньги. 20 тысяч рублей всего лишь. Но это на сегодня. Курс у нас сегодня 62 рубля. Середина сентября 2022 года. А так, если курс 120 рублей, то это как бы под сорокет уже неинтересно. Вот тут некоторые находки. Это за два года. Тут я часть на МД-4030 находил. Тедик Бозья я собирал на МД-4030. Потом купил ТХ-850. И вот эти цветняшки уже собрал. Черный металл тогда я уже не собирал тут. Потому что на МД-40 отечеть их сложно, а на ТХ-750 можно. Ну, а сейчас хожу вот с китайскими терками. МТ-705 у меня. Т-90, который сейчас только что показал. И ТС-800. Все, в принципе, одного уровня, но все разные. И ВДА у них разные, все короче разное.